Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Новороссия ТВ выпуск новостей. В студии для вас работает Дмитрий Подорожник и далее о главных событиях уходящей семидневки. Субтитры создавал DimaTorzok Он стоял за своих ребят. Он со мной стоял. Тогда, когда его ранило, я с ним на позиции стоял. Субтитры создавал DimaTorzok Человек рождается и с него рождается доля его. От судьбы нигде не денешься. Жалко, что таких людей теряем. Что еще можно сказать? Сегодня, 10 февраля, попрощаться с легендарным командиром подразделения Сомали пришли жители Донецкой Народной Республики. Михаил Толстых стал настоящим символом войны за свободу Донбасса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ощущаемся с Михаилом Толстых, известным подпазывным ГИВИ. Одним из первых людей, кто взял в руки оружие, чтобы встать на защиту Донбасса. Герой Лавайска, герой Дебальцева, герой аэропорта. Человек, который никогда не отступал без приказа и всегда выполнял поставленные ему задачи. Его не смогли победить в бою, его убили, можно сказать, выстрелом в спину, да, предательским терактом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погиб Михаил Толстых утром 8 февраля в своем кабинете. Подрыв был такой мощности, что на нескольких этажах вылетели стекла. Кабинет выгорел дотла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Война продолжается, господа. Не будем дальше. Михаил Толстых в позывной ГИВИ родился в Лавайске в 1980 году. Проходил срочную службу в вооруженных силах Украины. Военная специальность Михаила Толстых – командир танка. Именно во время службы в украинской армии комбат Сомали взял себе прозвище ГИВИ в честь деда, воевавшего в годы Великой Отечественной войны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Михаил Толстых был в рядах ополчения Донецкой Народной Республики с самого начала конфликта. С мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск. Известен он стал после боев за Иловайск и в Донецком аэропорту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Михаил Толстых является Героем Донецкой Народной Республики, кавалером двух Георгиевских крестов, награжден медалью за оборону Славянска, был полковником Вооруженных сил Республики. На Гивине однократно совершались покушения. Он был несколько раз ранен в боях. Телеканал Новороссия ТВ выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Толстых. Сегодня, как всем известно, был подло убит командир батальона с позывным ГИИ Михаил Толстых. Предварительное следствие показало, что это был теракт. Следствие устанавливает виновных. В ближайшее время мы это выясним. Хочу отметить следующее. Что мы выявили на сегодняшний момент за государством, которое превратилось в рисковую организацию. На полях сражения у них не получается нас побеждать. Они получили в любом своем наступлении котлы. Они нас убивают подло. Обращаюсь ко всем украинским властям, военнослужащим. Всех вы нас не перестреляете. Мы будем приходить к вам мертвые. И все равно мы вас будем убивать. Вы нам дали на это сами право. Обращаюсь ко всей мировой общественности. Я считаю, что украинские власти должны быть внесены в списки всех рисковых организаций во всем мире. Все бьемся, показывай, что... И вот, вы слышите, в данный момент работает град по нам. КОНЕЦ КОНЕЦ Я вот реально не знаю, что людям я отвечу. Я могу сказать только одно, что закончится все наша победа. Какая-то победа будет, политическая, физическая, будет победа. Я могу только одно пожелать. Добраться терпения и ждать нашей победы. Больше ничего. О ситуации на линии разграничения в регулярном брифинге заместителя командующего оперативным командованием Эдуарда Басурина. В силу нами было зафиксировано 1302 случая нарушения режима прекращения огня. Ну, соответственно, и обстрел территории Донецкой республики. Из-за этого количества минометы применяли 174 раза, БМП 257 раз, зенитные установки Градамуэта и стрелковое оружие 871 раз. В результате непрекращающихся обстрелов со стороны вооруженной силы Украины армии Донецкой Народной Республики понесли потери. Двое военнослужащих погибло, один получил тяжелое ранение. Также нами отмечено, что в Старомихайловке, Петровском районе города Донецка повреждения получили 4 дома. На данный момент данные по пострадавшим среди гражданского населения и разрушениям еще уточняются. Также в подразделении 72-й бригады участились случаи дезертирства. За прошедшие четверо суток расположение бригады самовольно оставили 27 военнослужащих Вооруженной силы Украины, 16 из которых вернули в расположение бригады представитель СБУ. Несмотря на ужесточенные меры контроля, за утечкой информации о провале наступательных действий под Авдеевкой со стороны командования и СБУ в 72-й бригаде, родственники военнослужащих добились того, чтобы их сыновей им уже срочно в порядке вывели из зоны АТО. В настоящий момент украинским командованием уже принято решение заменить деморализованную 72-ю бригаду на 28-ю отдельную механизированную бригаду. Данный пример демонстрирует способность родных и близких повлиять на ситуацию и спасти своих родственников от верной, но бессмысленной гибели. 9 февраля в Донецке состоялась встреча студентов и преподавателей Донецкого национального университета с одним из корифеев освещения военных конфликтов военным корреспондентом ВГТРК Александром Сладковым. Освещать военные действия – задача, мягко говоря, не из простых, однако жить в условиях военного конфликта, постоянно в ожидании обстрелов, а впоследствии и видеть их разрушительную силу, стоит больших усилий. Практически три года в экстремальных условиях живут люди на Донбассе. Им хорошо знакомы прописные истины, которые каждый день помогают им держаться и жить дальше. По долгу службы с жителями молодых республик хорошо знаком и российский военный журналист, специальный корреспондент студии общественно-политических программ ВГТРК Александр Сладков, который не раз был командирован в Донбасс для освещения боевых действий. Пообщаться с таким человеком наверняка хочется многим, но профессию Александр выбрал такую, что большую часть времени он находится там, где большинству людей быть не хочется вовсе. Однако он все-таки выкроил немного времени для того, чтобы поделиться с подрастающим поколением будущих журналистов ДНР своим опытом и провести мастер-класс, который состоялся 9 февраля в филологическом корпусе Донну. Вы должны приобрести академические знания, вы должны знать классику, как это должно быть, а потом уже прийти и импровизировать на основании тех знаний, которые у вас существуют. Репортер по должности, а не по подарку Господа. Он просто по должности часто выступает по телевизору. Его знают. Это не значит, что ты такой хороший, и тебя все знают, потому что у тебя лучше других, красивее, сильнее, нравственнее, моральнее. Напротив, ты всегда под увеличительным стеклом. Надо следить за собой и быть очень аккуратным, особенно по отношению к людям. Студенты без стеснения задавали свои вопросы, стремясь узнать тонкости профессии. Ведь часто случается, что теория, полученная в аудитории вуза, расходится с практикой. Специалист своего дела Сладков с удовольствием отвечал на вопросы, приводил примеры и рассказывал истории о ситуациях, с которыми сам сталкивался во время работы. Несмотря на то, что встреча в общей сложности составила не более двух часов, по реакции молодежи было видно, что она была очень продуктивной. Анна Триксель, Евгений Полянский, Новороссия ТВ. Пятницу 10 февраля в сессионном зале Дома правительства состоялось второе пленарное заседание весенней сессии Народного совета Донецкой Народной Республики, которое началось с минуты молчания в память о погибшем 8 февраля командире батальона «Сомали» Михаиле Толстых. В начале заседания к присяге были приведены трое новоиспеченных депутатов Народного совета, получивших свои мандаты взамен выбывших коллег. Вакантные должности заняли Сергей Антонюк, Игорь Матрос и Михаил Жуков. Таким образом, на рабочем заседании присутствовало 83 депутата и в проект «Повестки дня» были включены следующие законопроекты. О внесении изменений в некоторые законы ДНР, которые представила депутат Народного совета Екатерина Губарева. В частности, о внесении изменений в закон ДНР о налоговой системе. После сессии Народного совета Екатерина Губарева дала разъяснение по этому законопроекту. На данный момент комитетом по бюджету и экономике ведется большая работа. Мы формируем пакет правок в закон о налоговой системе. Сегодня было вынесено на пленарное заседание две правки. Одну правку представляла я, одну правку представляла Марина Николаевна Жейнова. Мы делаем все, чтобы нашим предпринимателям здесь было удобнее работать. Еще в августе, летом, министр доходов и сборов Тимофеев Александр Юрьевич пообещал предпринимателям, что будет возможность сдавать электронную отчетность в налоговую в электронном виде. В налоговой была проделана колоссальнейшая работа для того, чтобы написать это программное обеспечение и запустить эту систему. После того, как она была запущена, протестирована, сегодня мы разрешили предпринимателям сдавать отчетность в электронном виде. Также мы добавили возможность отправлять отчетность в налоговую по почте. Вы приходите в почтовое отделение и отправляете заказным письмом с описанием того, что вы туда вложили. Далее. Внесение изменений в закон ДНР о свободе, вероисповедании и религиозных объединениях, процедура первого чтения, докладывал депутат Народного совета Александр Мальков. Он же представил второй закон о внесении изменений в статью закона ДНР о средствах массовой информации, который также прошел процедуру первого чтения. О внесении изменений в статью закона ДНР о лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности, процедура второго чтения, докладчиком выступил депутат Игорь Добраз. Законопроект о внесении изменений в закон ДНР о дорожном движении, процедура второго чтения, докладчик депутат Роман Корниенко. Также в поездку дня были включены проект постановления о внесении изменений в состав трех комитетов Народного совета. Все законопроекты были приняты депутатами единогласно. Кроме того, депутаты заслушали отчет Временной комиссии Народного совета по вопросам содействия в выявлении угроз госбезопасности, интересам ДНР и интересам жителей республики. Представлены депутатом Андреем Мирошниченко. А также рассмотрели проект постановления о продлении срока работы данной Временной комиссии. Деятельность комиссии была признана удовлетворительной и ее работу решено было продлить. Дмитрий Зиньковский, Алексей Полянский, Евгений Полянский. Специально для Новороссия ТВ. Во вторник, 7 февраля, в актовом зале ДНР состоялась встреча главы республики Александра Захарченко со студентами учреждений среднего профессионального образования ДНР. Глава отвечал на вопросы студентов. Возможность пообщаться напрямую с Александром Захарченко вызвала огромный интерес у молодежи. Всего учащихся республиканских вузов собралось более 500 человек. В целом, общение главы ДНР с молодежью республики прошло очень интересно и достаточно живо. Александр Захарченко ответил на встречи со студентами на актуальные вопросы. Дорогие друзья, я рад вас сегодня приветствовать. Рад, что вы меня пригласили сюда на встречу. Для меня лично, для республики такие встречи очень важны. Почему? Потому что мы хотим, чтобы вы понимали, что мы делаем, а мы хотим понимать, что хотите вы. Поэтому предлагаю сразу перейти к вопросам, постараюсь ответить на них честно и на все вопросы, которые вы зададите. Одним из первых свой вопрос задал студент Донецкого высшего профессионального училища строительных технологий. Он спросил Захарченко о наиболее нуждающихся в молодых кадрах отраслях экономики республики. Исходя с ситуацией, которая сейчас сложилась у нас, вы знаете, можно формально ответить, все. Полное предприятие разрушено, полное предприятие стоит. Так как мы строим новые государства, но уже необходимы другие совсем направления, которых у нас никогда в нашей территории не делали. Это касается и строительства, и промышленности, и химической, и фармацевтической, и сельского хозяйства. А основная задача нашего правительства, и моей головы, да, сделать в кратчайшие сроки, чтобы жизнь на несконародной республике была не хуже, а может быть даже лучше, чем... Я даже уже не беру сейчас Украину. Раньше как-то мы с ней пытались сравниваться, сейчас уже даже не интересно с ней сравниваться, ну хотя бы по уровням там общемировым. И это несколько отраслей, это в первую очередь традиционные для нас машиностроения, это металлургия и угольная промышленность, нетрадиционные и новые, это мы будем сейчас запускать завод, который будет собирать автобусы, усиливаем сельское хозяйство и химическую промышленность. Плюс есть разработки по недрам, это на основное. Также прозвучал вопрос о трудоустройстве на предприятиях республики для выпускников высших и средних учебных заведений. Сейчас проводит сильнейшая реформа в образовании, и которая касается в том числе и распределения получения первых рабочих мест для любых специалистов, и профобразования, и высших учебных заведений. Причем она в себя подразумевает не только гарантированные рабочие места, но и даже вот, что касается вузов, да, в этом году будет применена новая система, что лучшие студенты, заканчивая вузы, они уже будут практически работать в администрации президентной главы, президентной в Народном Совете и в некоторых министерствах. Следующий интересный вопрос прозвучал от Владислава, студента Донецкого электрометаллургического техникума, который поинтересовался угловой республики, какие промышленные предприятия в ближайшее время планируется открыть. В ближайшее время планируется открытие от химических и фармацевтических предприятий, в одной из них стерл, да. В ближайшее время, буквально в феврале месяце, запускается еще очередная лава. Вообще в этом году планируется запуск от 8 до 19 лав, в зависимости там все получится. Это очень серьезная эта работа. Новая на базе Гурмаша, Донецкого, будет запущена производство, сборка автобусов. Эти автобусы потом пойдут на маршруты, в том числе и межгородские. Далее важный вопрос задала Виктория, студентка Макеевского педагогического колледжа. Она поинтересовалась у главы ДНР перспективами установления мира на Донбассе. И вот на сегодняшний момент ситуация, которая сейчас складывается, на 50 на 50. То есть любое движение украинских военнослужащих на линии фронта придет к тому, что мы начнем наступать. С нашей стороны это будет, наверное, последний решитель. Украина уже не будет находиться в том состоянии, в котором находится, а мы ее снесем. Снесем не в том плане, что мы ее завалим трупами или захватим Киев. Любое поражение на фронте, на нашей стране, это конец политическому режиму Порошенко. Любое. Освобождение хоть одной деревни, хоть одного населенного пункта, в Украине начнется бардак и борьба за освободившийся трон. Но, как глава сообщества, надеюсь, что Минск продолжится. И мы миром все-таки решим, заберем свои границы в бывшей Донецкой области. Волновали молодежь и другие актуальные темы. Например, возможность присоединения ДНР к Российской Федерации. Ситуация, которая сейчас слаживается и в Украине, и вообще в мире, да, геополитика, она вещь сложная. И я думаю, что на сегодняшний момент мы об этом вряд ли мы будем даже говорить. Когда-нибудь это наступит, но моя почему-то глубокая поверхность, что это будет не завтра, не через год. Мы эти процессы там десятилетиями терпеть не будем. Я думаю, что это все-таки будет быстрее, но какая форма нашего существования, с Россией вместе в ее составе, либо с Россией вместе, но не знаю, как отдельная республика, мы с ней в любом случае будем. Понимаете, мы будем либо так, либо это, кустому будем с Россией. Поэтому сам факт присоединения, это просто окончание какого-то этапа. Прозвучал также вопрос и о военной мобилизации в ДНР. Парней волновало, будут ли молодые люди призываться в армию. Призыв обязательно нужен. Но на сегодняшний момент любой призыв, который сейчас произойдет, он будет разъяснен на том, что я в бою получу кучу дезертеров, умею их просто расстреливать. Для нормального обеспечения подразделений семьи необходимого у нас сейчас нет возможности. Мы можем принимать призывы только в те действующие части, которые сегодняшний день находятся на фронте. Для того, чтобы 18-летних пацанов отправить в армию сразу на передовую, у меня как мужика и как у отца не хватит ни совести, ни даже вообще узнать, я должен заставить их в чем-то научиться. Разобрать, собрать автомат, выкопать, поставить палатку там, выкопать окоп, хотя бы понимать, что такое самолеты, как они их прятаться, как бороться с танками, как работать против снайперов. Минозывное дело. Если нет возможности, никакого призыва нет. Потому что государство и вообще я, вот они сидящие, и мы из людей, командиров, которые ходят на передовой, мы на себя ответственность за жизнь этих пацанят, 18-летних, врать не будем. В заключении встречи Александр Захарченко попросил студентов не быть безразличными к судьбе молодого государства и стараться делать для республики больше полезного, а также поблагодарил всех собравшихся. Вам большое спасибо. Вы знаете, к этим встречам можно относиться по-разному, да. Кто-то там может по-своему думать. Я прекрасно понимаю, что ситуация, которая сейчас сложилась, в душе не все, что хотели задали, не все вопросы, которые хотели, можно хотели, получили бы ответы. Но, поверьте, мы находимся сейчас в очень, живем в очень удивительное время. И та ситуация, которая сейчас сложилась у нас, для вас, для молодежи, это уникальная вещь. Дорогие мои, спасибо вам за общение, спасибо вам за то, что пришли сюда, за такие вопросы, сложные вопросы, скажу честно. На самом деле я получил массу удовольствия по одной и по той причине. Мы своими вопросами меня врастать возвращали в прошлое и в будущее, доставляли мечтать, думать. И я сегодня в основном научился. Спасибо даже за это. До свидания. В целом студенты остались очень довольны общением с главой Донецкой Народной Республики и выразили надежду, что такие встречи будут проходить чаще. Он полностью удовлетворил меня ответом. И я считаю, что это был очень достойный ответ. Ну как общение вообще проходило? Очень понравилась сама обстановка. Была ненапряженная встреча. Он спокойно отвечал на вопросы. Даже не чувствовалось, что он глава республики. Он общался с нами наравне. Дмитрий Зиньковский, Евгений Полянский. Специально для Новороссия ТВ. Народные избранники Народного Совета ДНР в рамках пресс-конференции, состоявшейся на этой неделе, подчеркнули важность сбора подписей под обращением народных республик к мировым лидерам, о которых 6 февраля заявил председатель Народного Совета Денис Пушилин. Под экидой Народных Советов ДНР и ЛНР мы начали сбор подписей под обращением к мировым лидерам с просьбой заставить Порошенко прекратить геноцид народа Донбасса. Инициатива была поддержана всеми депутатами. Теперь они, каждый на своем округе, начнут работу по сбору подписей. Напомним, что в прошлом году жители республики оставляли свои подписи под петиции о невыполнении Украиной Минского комплекса мер в Совет Безопасности ООН. Тогда документ подписали около полумиллиона жителей Донбасса. Обращение – это голос жителей ДНР, который даст возможность донести позицию жителей республики до лидеров России, США и Германии. Дарья Чернична, Евгений Полянский, Новороссия ТВ. В опорник, 7 февраля, депутат Народного Совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Екатерина Губарева провела встречу с жителями города Новоазовска, представив присутствующим инициативу – обращение от парламента Донецкой и Луганской народных республик к лидерам России, США и Германии. «Сбор подписей организован по всей территории ДНР. Этим занимаются депутаты, так как это принято решение в Народном Совете, и депутаты организовали во всех своих приемных по всей территории. Но я думаю, количество пунктов сбора в этих подписи будет увеличиваться, потому что сейчас есть большое количество людей, которые хотят поддержать. Это все, соответственно, оставить свою подпись под этими обращениями. Но на данный момент первая очередь по депутатским приемам, по всей территории ДНР». Исполняющий обязанности главы городской администрации Александр Баландин поддержал акцию, первым поставив свою подпись под обращением. «Мы обращаемся к Путину, мы обращаемся к новому президенту Соединенных Штатов Америки Трампу, мы обращаемся к Мерке, дабы ему повлияли на Порошенко и прекратили совсделать. Вы своей подписью здесь поддерживаете это обращение». «Мы поддерживаем по-любому, потому что у нас в районе тоже идут военные действия. За последние недели у нас трое раненых в районе, 27 домов разрушены. За эту неделю обострение военных действий. Поэтому по-любому поддержим это, потому что уже 3-е годы у нас непонятно что творится, идут военные действия, постоянно разрушается инфраструктура и идут и получают ранения наши жители. Не нормальная работа, не нормальная жизнь в нашем населении. Мы борьбы за мир, но не Украину». Представив инициативу, народный депутат акцентировал внимание на том, что руководство двух республик и депутаты Народного совета надеются на широкую поддержку граждан. Первые подписи появились под обращением, которое будет передано специальному представителю АБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, Мартину Сайдику, а в дальнейшем и в Совет по правам человека ООН. «С учетом того, что обстрелы у нас усилились, все видят какую ситуацию мы сейчас находимся. Практически по всему фронту Украина начало востребление. У нас за неделю 10 погибших людей есть. Ну, я думаю, эта цифра больше на самом деле, потому что есть погибшие и военные, а мирных людей 10 человек погибло. Есть большое количество раненых, поэтому в связи с такой ситуацией люди приходят и подписывают, дабы, ну, надеяться на то, что Путин и, возможно, Трамп смогут померять на Порошенко и заставить его соблюдать минские договоренности». Во всей республике начался массовый сбор подписей, инициированный парламентами Донецкой и Луганской народных республик, под петицией, обращенной к мировым лидерам. В акцию начали включаться предприятия республики, в числе первых коллектив государственного предприятия «Почта Донбасса». 9 февраля в актовом зале Донецкого техникума «Промавтоматики» состоялся сбор подписей работников почты и связи ДНР. Именно эти люди выступили в авангарде поддержки акций по подписанию петиции главам Российской Федерации, США и Германии с просьбой остановить геноцид людей, живущих на Донбассе, украинскими властями. На мероприятии присутствовал глава ведомства. Мы проявляем нашу гражданскую позицию в очередной раз. Мы в своей позиции уверены и уверены, что сможем ее донести до мировой общественности. В целом мы как профильное министерство связи и как раз наше предприятие выступили одним из первых, чтобы организовать эту работу. Мы понимаем на самом деле, что являемся уникальным коммуникатором, тем более наши почтальоны имеют очень высокий уровень доверия среди населения и в том что мы можем провести большую социальную мобилизацию. Акция проходит при активной поддержке депутатов Народного Совета от фракции «Свободный Донбасс», которые в числе первых поставили свои подписи под обращением. Речь идет о том, что сейчас необходимо проявить еще один этап гражданской активности. На самом деле Донецкая Народная Республика, она была рождена этой гражданской активностью русской весной 2014 года. И по сути из деятельности общественных организаций, групп и просто организованных неравнодушных людей и родилась наша государственность. То есть мы смогли отстоять свою землю от того, что шло с Киева, с Майдана. Мы должны продолжать борьбу, мы не должны слаживать рук и мы должны делать на своем месте каждый, что можем делать. Потому что у каждого из нас есть, так сказать, рабочее место. Но и каждый из нас как гражданин, как общественно активный гражданин, должны поддержать ту инициативу, о которой мы сейчас только что говорили. Работники ГП «Почта Донбасса» активно поддерживают мероприятие, направленное на прекращение агрессии на Донбассе. Андрей, а до чего вы сегодня пришли сюда? Выразить свою гражданскую позицию? Ну, нельзя больше такого терпеть. Надеюсь, что наш голос будет услышан и все это не зря. Сейчас надо сформировать позицию Донбасса и донести ее до мировой общественности. И вот это наш лучший способ. И максимально каждому жителю нашей республики нужно в этом поучаствовать, нужно не склаживать рук и думать, что это обойдется без него. Это его вклад, потому что бойцы на передовой делают свой вклад. Они держат линию обороны, они сдержат противника контрбатарейной борьбой. А позиция общественности, позиция общественно-политических институтов должна быть в том, чтобы сформировать вот наше четкое мнение республики и донести ее до международного сообщества, до международного уровня. Сейчас, когда международная поиска меняется, это возможно. Дмитрий Зиньковский, Станислав Мухин, специально для Новороссия ТВ. По инициативе депутата Народного совета ДНР Елены Мельник в приемной общественного движения «Свободный Донбасс» города Макеевки состоялась встреча с гражданами, на которой осуществлялся сбор подписей под совместным обращением парламентов народных республик к мировым лидерам. Ввиду обострения боевых действий на Донбассе, спровоцированного украинской стороной на территории Донецкой и Луганской народных республик, мероприятия по сбору подписей к мировым лидерам набирают массовые обороты. Депутат Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Елена Мельник инициировала уже не одну встречу с гражданами республики по данному вопросу. Получив детальное разъяснение о важности этого документа, жители города Макеевка стали массово ставить свои подписи под данной петицией. По последним данным, в ДНР уже удалось собрать 38 тысяч подписей под обращением к Владимиру Путину, Дональду Трампу и Ангеле Меркель. Сбор подписей в республике продолжается. 6 февраля в здании Министерства промышленности и торговли ДНР состоялась презентация единого логотипа «Сделано в ДНР». Основной задачей данного проекта является содействие о формировании отечественного потребительского рынка и узнаваемости товаров, произведенных в ДНР. Министерством промышленности и торговли ДНР разработана концепция продвижения местных региональных республиканских брендов и товаров местных производителей. Одним из элементов этой концепции сегодняшняя презентация знака «Сделано в ДНР» мы будем размещать в едином ключе на всех торгующих организациях нашего государства. Данный товарный знак, будем говорить так, что это товарный знак, он для всех производителей нашего государства. Для всех. То есть произведено в ДНР, сделано в ДНР. Мы этот логотип разрабатывали совместно с дизайнерами, получился очень удачный, красивый. Я думаю, наши производители будут за гордость разместить на своем продукте данный знак. Уже на следующей неделе будет дан старт большим промо-акциям по всем торгующим организациям ДНР от местных производителей, отметил Алексей Грановский. ГП «Стандартметрология» проводит совместно с нами в рамках этой концепции добровольную сертификацию. То есть если человек хочет подтвердить, производитель хочет подтвердить качество своей продукции, он там буквально 3 или 4 тысячи рублей стоит это дело, он проводит сертификацию испытаний собственной продукции и получает знак добровольной сертификации «Стандарт Донбасса». Это четко размещенная наклейка на каждом произведенном продукте и человек, который покупает, он четко понимает, что здесь качество есть, здесь испытания проведены, это можно кушать. Полностью все ценники, знаки и логотипы, все это размещено на официальном сайте Министерства промышленности и торговли. То есть любой производитель, он может зайти на официальный сайт, скачать логотип и начать размещать это дело на своих, соответственно, изделиях и товарах. И кроме этого наши торговые сети должны этот знак скачать и начать размещать на тех полках, где находятся товары, произведенные на территории ДНР. С начала января месяца функции торговли от Министерства экономического развития уже распределены на Министерство промышленности и торговли, то есть мы стали Минпромторгом в полном объеме. Мы будем в любом случае контролировать, каким образом торгующие организации, сети размещают наших производителей, на каких полках и есть ли этот логотип. Совместно с лучшими дизайнерами республики был разработан логотип, сделанный в ДНР. Встречайте. К нами также были разработаны образцы ценников, макеты наклеек, шелфтокеров, воблеров и другие рекламные образцы для всех торговых предприятий республики с логотипом сделанных в ДНР. Все эти макеты будут размещены в свободном доступе на сайте Министерства промышленности и торговли mpddnr.ru. Мы рекомендуем вам в дальнейшем использовать этот логотип в своих торговых залах и размещать его на товарах, произведенных в ДНР. 6 февраля в пресс-центре Донецкого агентства новостей состоялся брифинг министра связи ДНР Виктора Яценко, в ходе которого он сообщил о том, что регистрация на номера республиканского мобильного оператора «Феникс» теперь доступна практически во всех крупных мировых соцсетях. Очередным успехом после получения возможности регистрации учетной записи ВКонтакте через мобильные номера «Феникс» стала возможность регистрации в социальной сети Facebook. Это позволит дополнительно обезопасить учетную запись пользователя, так как у многих граждан ДНР страницы в социальных сетях зарегистрированы на номера украинских операторов, что может привести к нежелательным последствиям. Ведь на уровне государства перехватить СМС от социальной сети достаточно просто. Всем известно, что это может привести к взлому страницы. Виктор Яценко подытожил, что республиканский оператор связи «Феникс» продолжает свое развитие, в том числе и на международном уровне. Во вторник, 7 февраля, в Новоазовском культурно-досуговом центре был представлен новый раздел республиканского социального проекта «Книга памяти. Война глазами детей». Материал для очередной трагичной и оттого не менее героической главы в истории нашего края был подготовлен учащимися и педагогами Новоазовского района. Донбасса «Книга памяти» которые не понаслышке знают, что такое война. Она должна быть утрачена, отметила, открывая мероприятие, депутат Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Екатерина Губарева. Каждая судьба каждого человека здесь, в нашей республике, она для нас очень важна. Мы вам предложили поучаствовать и вместе написать историю, которая сейчас у нас с вами здесь творится. Для чего это нужно и почему это важно. Идет время, и через года та история, которую вы сейчас напишете, она будет доступна вашим детям, а возможно и вашим внукам потом. И то, что мы сейчас напишем, как мы это зафиксируем, это ляжет в основу этой истории. То, что вы сейчас делаете, это настолько важно, потому что это истина первой инстанции. Республиканский социальный проект «Книга памяти. Война глазами детей» организован по инициативе Министерства образования и науки ДНР при поддержке Народного совета ДНР. Поисковый материал учащихся и педагогов каждой школы, каждого района ДНР – это важнейшая страница проекта, которая останется в наследство будущим поколениям, как назидание. Ибо ваши воспоминания, ваши личные переживания, то, что было с вашей семьей, и возможно, вы запишете чьи-то воспоминания, возможно, вы расскажете о каком-то подвиге. Ведь у каждого из нас есть знакомые, которые служат, у каждого из нас есть какие-то семьи, которые пострадали в этой войне. И поэтому то, что вы делаете, это так важно. Выступления и презентации учащихся общеобразовательных учреждений Новоазовского района поражали недетским восприятием происходящих событий. Горе войны не оставило и следа от младенческой наивности, но, тем не менее, не смогло убить в них веру и надежду на лучшее. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда буду я. Присутствовавшим на мероприятии были представлены все стороны войны на Донбассе, трагедия жителей, героизм защитников шахтерского края и небывалая сплоченность всех от мала до велика перед лицом войны. Детские воспоминания навсегда останутся самыми яркими и сильными. Они откладываются отпечатком на всю жизнь, в особенности, если связаны со страхом. То, что пережили мы, дети из горячих точек, хотелось бы рассказать всем, чтобы достучаться до взрослых и объяснить им, что война – это не метод решения конфликта. С сегодняшнего мероприятия, ее зовут Светлана, она из Широкина, и я хочу сказать, что ее воспоминания, они были очень трогательными. Спасибо тебе большое за это. Я думаю, что, как и я, весь зал просто сидел с глазами наполненными слезами. Когда мы узнали, что у нас будет проходить сбор информации для этой книги, мы очень ответственно к этому отнеслись. Сразу мой учитель, руководитель, он сразу увидел именно меня в этом выступлении. Сбор информации шел у нас по всем школьникам. Мы знали, что есть у нас такие дети из Исаханки, из Ясиноватая, и мы к ним обращались за интервью, с информацией. Мы узнавали у них, спрашивали, и они нам рассказывали. После этого мы уже все составляли, и у нас получился довольно-таки очень трогательный рассказ. А с целью, чтобы помнили, чтобы не забывали, что мы есть такие, мы хотим жить, мы хотим мира. Спасибо. В ноябре 2016 года министр образования и науки ДНР Лариса Полякова анонсировала запуск проекта под рабочим названием «Книга памяти. Война глазами детей». Тогда сообщалось, что в рамках проекта учащиеся всех учреждений ДНР будут привлечены к сбору информации для содержания книги памяти. Впоследствии из этих историй будет составлен сборник, который расскажет о войне на Донбассе, как ее видели дети. Дмитрий Подорожник, Алексей Полянский. Специально для Новороссия ТВ. Его звали Всеволод Петровский. Он был военным корреспондентом и бойцом ополчения Донбасса с позывным «Ковыль». В ночь на 8 февраля 2015 года Сева погиб под артобстрелом в районе поселка Комиссаровка при выполнении боевого задания в городе Дебальцево. 8 февраля этого года, к двухлетию со дня его гибели, в Донецке была увековечена память об этом без преувеличения талантливом и храбром человеке, который в трудное время русской весны посвятил себя борьбе за правду и придерживался активной гражданской позиции. С инициативой открыть эту доску выступили депутаты от фракции «Свободный Донбасс». Эта инициатива была поддержана родителям Всеволода Петровского, поддержана университетом, историческим факультетом, поддержана общественностью нашей Донецкой Народной Республики. Это было такое общее дело, вокруг которого мы объединились. Это очень важно, потому что погибая герои оставляют потомкам жажду подвига. Родные и близкие, коллеги и просто знакомые, с которыми Сева пересекался за время своей сперва журналисткой, а после боевой службы все без исключения помнят его с теплотой в сердце. Помнит его и наш телеканал, где он работал с небольшой командой энтузиастов в 2014 году, когда все только начиналось. Мы увековечили его здесь, в этой табличке, чтобы каждый студент из ФАКа, проходя, видел его, знал его, помнил о нем и соизмерял всегда свою жизнь и свои поступки с жизнью и поступками Всеволода Петровского. Конечно, никакие мемориальные доски и цветы не вернут Севу к жизни. Однако, чтобы память продолжала жить в сердцах потомков, такие мероприятия просто необходимы. С этим согласились и присутствующие на открытии родители Всеволода. Время не вернешь. И утешением нам является то, что память о нем не только жива в наших сердцах, она жива в сердцах близких людей, людей, знавших его, работавших с ним, воевавших с ним. И она будет жива в душах и сердцах тончан этого замечательного города, который Сева любил. После минуты молчания присутствующие возложили цветы как символ своей любви, дружбы и памяти. Анна Триксель, Станислав Мухин, Алина Боярская, Новороссия ТВ. 8 февраля весь мир вспоминает юных героев-антифашистов. Сотни школьников во времена страшной Великой Отечественной войны сражались в партизанских отрядах, были членами подпольных организаций. Они были разведчиками и связистами, сёстрами милосердия и подрывниками. Ребята из 145-й школы города Донецка совместно со своими учителями в стенах родного учебного заведения подготовили программу, в рамках которой вспомнили тех детей, которые героически сражались с фашистами. Среди них пионеры-герои Валя Котик, Марат Козей, Зина Портнова, Лёня Голиков. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствие, горе военных лет. Это маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими, отцами, братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами. Школьники почтили их память минутой молчания. Мы, юное поколение Донецкой народной республики, всегда будем помнить героические подвиги наших сверстников. В мероприятии были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели, участник боевых действий на Донбассе, а также народный избранник Юрий Леонов. Инициатором проведения акции выступила Ольга Жукова, председатель общественной организации «Женщины Донбасса» Буденновского района города Донецка. Мы должны прекрасно понимать, что от того, что мы сегодня сможем дать нашим детям, будет зависеть будущее республики. А мы сегодня даем им любовь к родине. Все родители, учителя говорят только о мире. У нас сегодня нет слов войны, слов агрессии. Мы всего лишь навсего говорили о детях-героях. Детях-героях, которые сражались с фашизмом. Есть память, которой не будет забвения. И замечательно, что ребята знают подвиги детей во времен Великой Отечественной войны, что знают тех героев, детей антифашистов, которые борются и боролись в свое время и в странах, как мы теперь говорим, Европы, во Франции, в Ираке. Ведь именно с этого времени, 8 февраля, почему? Потому что в 1963-62 году молодежь вышла, а среди них юные ребята, вышли бороться против фашизма. И боремся и мы сегодня. Поэтому мы, как женщины, как союз женщин, женщины Донбасса, мы считаем своим приоритетом растить, у нас самое дорогое – это дети, и растить из них патриотов, для того, чтобы все, что завоевано нашими защитниками Отечества, можно было передать в надежные руки. Казалось бы, что страшная война, закончившаяся в далеком 45-м, не коснется поколение внуков, героически сражавшихся в ней, и остается только в нашей памяти. Но, к сожалению, так сложилось, что противостояние в Донбассе заставило наших детей прочувствовать на себе, что такое война. У всех детей глаза светились искренностью. Это действительно говорит о том, что дети на себе прочувствовали и эту войну. И дети хотят действительно мира. И не только просто желание какое-то есть. Они все стараются, они все делают для того, чтобы у нас на Донбассе наступил мир. Это были наши ровесники, это наши ровесники. Они так же погибали, так же воевали, отстаивали свою землю. Вот взять, допустим, что у нас происходит, буквально было то же самое у них. Я дома лишился. На мотеле был дом, буквально недавно произошло такое. Я их понимаю, вот раньше, буквально года три назад, я бы их не понял, как происходило. А сейчас я могу посочувствовать. Так же может кто-то и нам может посочувствовать насчет этого. Так что большое спасибо школе нашей, то, что ветераны пришли, то, что депутаты. Большое спасибо. Народ Донбасса продолжает так же героически бороться с агрессией со стороны Украины. Но не только на фронтах республики, но и на политическом уровне. Напоминаем, что спикеры парламентов Луганской и Донецкой народных республик подготовили обращение к мировым лидерам. В ходе мероприятия приглашенные ветераны подписали петицию, адресованную президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с призывом оказать давление на президента Украины Петра Порошенко с целью прекращения боевых действий на Донбассе и блокады региона. Поставить свою подпись в коллективной просьбе можно, обратившись в общественные приемные депутатов Народного Совета. Дарья Чернична, Елена Чистякова, Новороссия ТВ. В жизни всегда есть место подвигу. Чаще всего и совершают те, кому это положено по долгу службы. Но своей жизнью ради спасения других рискуют не только они. 31 января этого года Киевский район попал под артиллерийский огонь вооруженных сил Украины. Спасатели МЧС приехали, чтобы оказать помощь жителям района. Внезапно обстрел возобновился. Виктория уже успела отправить в укрытие свою дочь и маму. А сама во время обстрела спустилась и открыла дверь подъезда журналистам телеканалов НТВ и Лайф и спасателям МЧС. Она помогла спуститься ребятам в подвал, а сама бросилась в свою квартиру на втором этаже. В это время взрыв прогремел прямо перед подъездом. Виктория не успела забежать в квартиру и была ранена. На месте ей сразу оказали помощь и отправили в лечебное учреждение. Пострадавшая уже чувствует себя хорошо. В палате рядом с ней мама и 12-летняя дочь. Они поддерживают Викторию, заботятся о ней. Виктория Александровна, привез вам крестника. Правда, он уже видите взрослый какой-то. Помните? Помню, конечно. Спасибо огромное. Отлично заставать от меня лично. Секунда и вы. Не за что. Ну, если бы не вы, мы, конечно, бы с вами не разговаривали. Слава Богу, что вы, ребята, живые остались. У вас же такие же самые дети, как и у меня. Спасибо за ваш подвиг, по-другому назвать это нельзя, не испугавшись. Открыли дверь. Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий лично поблагодарил Викторию Зуеву за спасённые жизни и вручил ведомственный знак отличия, медаль за содействие делу спасения. Спасибо большое. В гости к пострадавшей пришли спасённые ей сотрудники 4-й пожарно-спасательной части по охране Киевского района и оператор канала «Лайв». Для них Виктория стала второй крёстной матерью. Всего вам хорошего. Поправляйтесь. Спасибо. Чтобы вы рано заживали. Чтобы когда вы вернулись в свой дом, там уже война ушла, никаких обстрелов не было, чтобы все ваши родные, все в квартире с вами жили вместе. Чтобы всё было хорошо. Марина Ерёмченко. Специально для Новороссия ТВ. 11 февраля. Всё мировое сообщество отмечает Международный день больного, учреждённый в Европе в 1993 году. Данная дата задумана скорее как некий социальный шаг и призвана обратить внимание на проблемы и поддержку людей, попавших в печальную категорию больных. Именно с целью поддержать детей, находящихся на лечении, в кардиологическом и онкогематологическом отделении Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, депутат Народного совета Алла Бархатного организовала небольшое мероприятие, пригласив в эти отделения весёлых аниматоров. Мы сегодня с молодой командой активистов, студентов приехали сюда для того, чтобы деткам сделать небольшой праздник, подарить им небольшие подарки. Я вижу, что дети очень рады, довольны. Разговаривала с родителями, они сказали, что это замечательно, что у детей сегодня получился такой праздник. Детей ждали загадки и викторины, в которых они с удовольствием приняли участие. Развлекательная программа была подобрана организаторами таким образом, чтобы излишне не нагружать болеющих ребят. Родители, находящиеся в отделении вместе с детьми, по достоинству оценили акцию. Это представление мы ждали долго, так как детки находятся здесь от трёх недель и больше, до полугода, до трёх месяцев. Для них этот праздник большой, потому что постоянно получаемая терапия, уколы, лекарства. А это отвлечение, отвлеклись хоть от плохого и увидели хорошее. Они очень рады, очень спасибо вам большое, благодарны вам очень. Кроме развлечений в виде весёлых конкурсов, песен и танцев, детям были доставлены вкусные подарки. Это фрукты, так необходимые выздоравливающему детскому организму. Работники Донецкого агентства детских праздников «Корпорация детства» решили поработать для детворы бесплатно. Глаза именно этих детей, они намного добрее, и когда ты смотришь в них, ты понимаешь, что вот в этом и есть для меня смысл жизни. Наверное, ради этого сюда приезжаешь и делаешь добро. Именно эти детки, им тяжело в такой среде, и поэтому мы приезжаем сюда, чтобы своего рода дать какую-то терапию детям, развлекательную терапию. Нужно ли говорить, сколько радости и позитива мероприятие принесло детям истасковавшимся в больничных серых стенах по яркому цветному настроению. Само представление мне очень понравилось, очень прикольное было. Здесь всегда, почти каждый день скучно, нечего делать, по дому скучаешь. А когда приезжают артисты, они тебя веселят, и ты развлекаешься с ними. О пользе такого вида терапии говорят и медицинские работники. Отмечаю у детей после развлекательных программ улучшения самочувствия. Врачам хотелось бы, чтобы такие праздники проводились чаще. Естественно, таких выступлений в жизни детей нашего региона довольно-таки мало. Особенно учитывая последние обстрелы. Детям как можно больше, желательно разгрузки психоэмоциональной. Данный праздник позволит им немножко отвлечься от бытности, расслабиться. Если бы больше было таких праздников в жизни детей, естественно, им было бы легче жить. Сердечная патология нарастает на фоне эмоциональных воздействий. Очень часто у них появляются срывы ритма. Притом они прогрессируют на фоне того, чем больше дети переживают. В данный момент на лечении в отделении находится 22 ребенка. Некоторые лежат с родителями. Алла Бархатова, которая уже практически год занимается снабжением всем необходимым данным отделением, пообещала, что такие праздники будут проводиться систематически. Дмитрий Зиньковский, Алексей Полянский. Специально для Новороссия ТВ. А более подробную информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах, официальном сайте и ютуб-канале Новороссии ТВ. Также рекомендуем подписаться на информационный канал ДНР Live в Телеграм. А на этом у меня все. В студии для вас работал Дмитрий Подорожник. Всего доброго и не переключайте канал. Дмитрий Подорожник.